Здравствуйте, уважаемые телезрители. Это очередной постпрограмма Акцент. Я ее ведущий Юрий Алаев. Сегодня у нас в студии Марат Миратович Юсупов, руководитель группы структуры Рибасом Страсбургского университета. И соответствующие лаборатории здесь у нас в Казанском федеральном университете, в Институте фундаментальной медицины и биологии, член Международного совета КФУ и почетный доктор Казанского федерального университета. Спасибо, что нашли время в своем достаточно плотном графике встретиться здесь и немножко поговорить о рибасомах, о биологии и о том, как вообще складываются судьбы вчерашних студентов, нынешних ученых, исследователей и тому подобное. Честно вам скажу, Марат Миратович, я впервые, вот готовясь к встрече с вами, впервые столкнулся к стыду, наверное, своему, с таким определением, как структурная биология. И оно меня немножко шокировало, потому что первое, что пришло в мой дилетантский ум, а что же раньше-то она вся не структурная, что ли, была, вот нам какую биологию в школе преподавали? Ну, биологию, биологию. Скажите, пожалуйста, мне, дилетанту и нашим телезрителям, большинство из которых все-таки тоже биологией, не занимаются профессионально, что имеется в виду, когда мы говорим о структурной биологии? Как вообще возник этот термин и насколько давно он в научном обороте? Ну, прежде всего, хотел бы поблагодарить за приглашение, потому что очень лестно... Мы всегда рады к интересным гостям. Очень лестно быть на вашей передаче и поговорить о тех, в общем, ну, на мой взгляд, принципиальных дисциплинах, которые существуют сегодня в мире, в науке. И структурная биология – это термин, скорее, ну, такой фамильярный термин по отношению к той современной биологии, которая сегодня развивается. Современную биологию сегодня называют в мире как наука о жизни. Она включает в себя разные направления – физику, химию, методологию этих дисциплин, которые люди используют для решения биологических вопросов. Ну, да, и, соответственно, приставки – биохимия, биофизика и так далее. Абсолютно верно. Абсолютно верно. А вот в структурной биологии понимается просто набор методов, которые люди используют для интерпретации и для накопления экспериментальных данных, которые вот в этой области существуют. Методы, прежде всего, микроскопия, электронная, конечно, микроскопия, рентгеноструктурный анализ, ядерно-магнитный резонанс – вот эти три принципиальных метода, которые лежат в области молекулярной биологии. Как вы понимаете, это чисто физические методы, которыми люди пользуются, чтобы отвечать на биологические вопросы. Как долго это существует, вы спросили? Да всегда. Ну, для меня отчет начинается с 1953 года, потому что в этом году, в 1953 году, появилась публикация Джеймса Уотсона и Фрэнсиса Крика о структуре ДНК – дезоксирибонуклеиновой кислоты. Значит, это молекула, которая существует в каждой клетке, как последовательности нуклеотидов, обеспечивая набор генетической информации, которая существует в каждой клетке. Иными словами, это наши гены. Они записаны в виде четырехбуквенного кода. Вот эти два человека, Уотсон и Крик, они показали, каким образом эта молекула ДНК может раздвоиться на две абсолютно идентичные молекулы. Зачем? Для того, чтобы при делении клетки образовалось две идентичные клетки. Полноценные. Да, полноценные. И в каждой клетке был полный набор генов. Как был исходно в одной, так стало в двух, потом в четырех и так далее, и так далее по геометрической прогрессии. Это тоже структурно-биологический подход, потому что был использован метод химического анализа предполагаемой структуры нуклеиновой кислоты. И на основании этого был создан механизм, каким образом ДНК делится на две равные молекулы. И потом уже экспериментально все это дело подтверждалось в течение многих лет. И только через 10 лет они получили Нобелевскую премию за решение структуры этой. Нобелевскую премию все получаются с солидным временным лагом. Совершенно верно. Пока все это устоится и так далее. Вот это вот описание, фактически это матрица, которая заложена в любое живое существо, в человека. И она воспроизводится. Получается, что мы можем ее методами генной инженерии воспроизводить. Во-первых, ДНК – это составная часть хромосом. Есть известное слово, что генетическая информация хранится в хромосомах. Хромосома состоит из дезоксирибонуклеиновой кислоты. Это ДНК. Да, в клетках эта ДНК раздваивается. Получается два идентичных набора генов. И потом клетка делится, и в каждой оказывается абсолютно два идентичных набора генов. Когда вы говорите, можем ли мы генетически этим управлять, да, можно фрагменты нуклеиновой кислоты удваивать у нас в пробирке. Менять ее, вводить дополнительные какие-то мутации, изменения и прочее. Это, в общем, экспериментальный материал для нас в пробирке. Немножко страшновато это все звучит, откровенно говоря, потому что я как представлю, что некий там условный доктор зло вмешается во все это, создадут каких-то мутантов. Опасность такая существует, вы совершенно правы. Поэтому существуют специальные этические комитеты и вопросники о том, чтобы этого не происходило. И на уровне научных сообществ, и даже для государств, принимаются решения о том, до какого уровня можно идти в генетических экспериментах. Чтобы не получить... Ну, опасность существует такого рода. Например, работая с бактериальным материалом, вот мы, например, работаем с бактериями, да, можно изменить генетический набор таким образом, чтобы превратить нормальную бактерию в сильный патоген, который просто может оказаться генетическим оружием. Ну, например, вирус Эболы, да, как один из... Об этом же ходили разговоры, да. Но вы занимаетесь рибосомой конкретно, да, вот острие ваших научных интересов. Рибосомы взаимодействуют с ДНК каким-то особым специальным методом, да? Сейчас расскажу. Да. Значит, когда мы говорим о жизни клетки, то мы говорим о двух принципиальных процессах. Первый, вы... Вот этот вопрос мы уже обсудили с вами. Это хранение генетической информации и удвоение ее, утроение и так далее, и так далее, да. И при этом генетическая информация каждый раз... Ведь клетка как складывается? Клетка складывается из половины генов родителей от мамы и от папы, и в ребенке появляется генетический набор наполовину мамин, наполовину папы. Х-хромосомы, Y-хромосомы, лишняя хромосома, которая грозит аутизмом, да? Ну, это крайний случай, это как раз генетические заболевания, скорее, это другая. Вот если в норме все, то просто у нас... Все поровну. У нас поровну. От мамы и от папы мы набрали, и дальше уже происходит удвоение вот этого генетического материала, и в каждой клетке в моем теле полный набор генетического материала. Половина мамы, половина папы. Так мы живем. Извините, обывательский вопрос. Вот это вот присловие, поговорка или поверье о том, что природа отдыхает на детях, но возвращает свое внукам, оно какое-то научное под собой основание имеет, коли мы... Вот мы сложили, да, у меня от папы половина, от мамы половина, а у моих детей от дедов... Ну, соответственно, по 25% от дедов, от бабушек. А когда смешанные этнические группы... Здесь мы уже касаемся вопросов генетики, проявлений генов, которые заложены в человеке. Да, иногда гены складываются таким образом, что они как бы не проявляются в яркой форме. Или наоборот, складываются так, что проявляются очень бурно. Ну, это игра природы, получается? Конечно. Которая нам не под контроль, на этом мы не можем управлять. В этом смысле нет. А вот изучая рибосому, ее свойства, да, вы какие цели преследуете? Вы меня извините, конечно, я, наверное, задаю совершенно глупые дилетантские вопросы, но, опять же, у нас общая аудитория не специальная, поэтому я могу себе это позволить. Вопрос абсолютно правомерный, но я сейчас доберусь. Я сказал про первую часть. Значит, жизнь клетки – это обеспечение сохранности и удвоение генетической информации. Это одна часть. Дальше надо эту генетическую информацию перевернуть в структуры биологических макромолекул, прежде всего, белков. Кому это нужно? Перевернуть? Нам с вами. Ну, вот, наша жизнь, наше тело состоит из белков. Все это белки. Кожа, мышцы, органы, кости, волосы. А углеводы где же? Ну, они тоже вспомогательные элементы. Но строительный материал. Да, мы белковые существа. Ну, в общем, да, далеко не хорошо прав. Да, хорошо прав. Так вот, белки. Белки состоят из другого материала, чем дезоксирибонуклеиновая кислота. Дезоксирибонуклеиновая кислота записана в виде нуклеотидов. Это составная часть. Их всего четыре. А белки состоят из аминокислот. Их двадцать. То есть, иными словами, есть два сосуществующих, два алфавита. В одном записывается код генов, а в другом записывается структура белковых тел. Кто переворачивает эту информацию? Из одной информации в другую. Рибосома. Рибосома – это самая крупная молекулярная машина клетки, которая переворачивает генетическую информацию в структуру биологических макромолекул в виде белков. Вот там, на уровне ДНК, что-то записано про нас, какая-то информация исчерпывающая. В линейном виде. В линейном виде. Потом рибосома – это превращает, синтезирует аминокислоты? Используя аминокислоты, синтезирует белок. Хорошо. И вот это же достаточно известные вообще вещи давно. О том, что рибосома превращает генетическую информацию в белок, об этом известно. И, конечно, для решения, для выяснения этих нюансов потребовалось, ну, скажем так, лет 40. Начиная с конца 50-х годов прошлого тысячелетия, прошлого столетия, до конца 90-х годов. Вот приблизительно 40-50 лет для того, чтобы прояснить все детали механизма с использованием методов, в основном, биохимических. Вот дальше, в 90-е годы, пришла машина, большая машина физиков с методами, физическими методами, как я уже говорил, рентгеноструктурный анализ, современная электронная микроскопия, современные методы ядерного магнитного резонанса. И они стали постепенно по кусочкам всю эту схему биосинтеза белка в клетке решать и превращать, переворачивать ее в трехмерное изображение. Ведь биохимик, когда решает задачу, как функционирует тот или иной биохимический процесс, он как бы решает ее в двумерном виде, как мультфильм. Вот из этого мы переходим в это состояние, из этого состояния, ну, как вот человечек. Как рисуется мультфильм. Мультфильм, совершенно верно. А физика с ее физическими методами позволяет превратить это изображение в трехмерное и расположить все индивидуальные атомы в пространстве. И таким образом мы превращаем всю известную как бы схему, превращаем в трехмерное изображение, и где мы можем описывать химические реакции каждой детали этого процесса. В этом сложность, потому что это громадная информация, переход из одного состояния в другое. А в то же время это другой уровень понимания действительности. Мы совершенно по-другому стали относиться к тому, что мы изучаем. Это вообще предмет не биологический теперь. Поэтому и называется наука о жизни. Это соединяет все вместе. Все, что накоплено физиками, химиками, биологами, другими точными науками, математикой. Сколько здесь математики используется. Наверное, да. Все суммируется вместе. И на базе этого еще рождаются такие науки, специальные, как биоинформатика, хемоинформатика. Это науки, которые заточены на то, чтобы систематизировать те громадные количества знаний, которые у нас сегодня появились. Вот насчет заточки. Хороший вы употребили термин, общепонятный. Я стараюсь. Нет. Спасибо большое за это. Вопрос популяризации науки – это очень тонкий и сложный вопрос. Вы и ваши коллеги во всем мире занимаетесь этой проблемой. В частности, чудесные рибосомы, которые позволяют с помощью аминокислот синтезировать белок. Вы что-то прогнозируете? На что вы-то заточены в данном случае? Это что может позволить нам ваши исследования? Я не имею в виду персонально ваши, но и ваши в том числе. К чему это может привести? Мы научимся или мы уже научились синтезировать белок в больших объемах, более интенсивно. Мы можем придавать ему какие-то другие качества. Я читал где-то недавно, попадалось мне, уж извините за длинную тираду, я думаю, эти зрители меня тоже извинят. Кто-то там высказался из многочисленных гуру, что корова – это самый несовершенный механизм для получения молока и мяса. На самом деле сейчас уже есть методы, которые позволяют не на химическом, а на биологическом уровне воспроизводить все то, что дает корова. И это, мол, единственный или чуть ли не единственный способ обеспечить потенциале человечества, грубо говоря, пищей. Потому что коровы – это уже все, это неэффективно, свиньи неэффективно, их надо убирать. А вот мы биологически научились выращивать полноценную и, я так понимаю, еще и вкусную пищу. Что здесь правда, что здесь, как говорится, из области научной фантастики? – Ну, мои знания, конечно, в биотехнологии на том уровне, особенно сельскохозяйственной биотехнологии, очень ограничены. В основном базируются в той печати или интернет-информации, которую я вижу. Это не предмет моих исследований. Я немножко повернусь от этой темы, поскольку я скорее здесь дилетант, чем… – Нет, ну давайте вернемся к базовой основе, к фундаментальной. – Я хочу сказать, что, конечно, мы часто в своей жизни ссылаемся на людей, умные мысли которых мы когда-то слышим. Вот я приведу, отвечу вам на этот вопрос устами Александра Сергеевича Спирина, моего учителя, академика Спирина, который был и остается очень величайшим молекулярным биологом и современности, ну и вообще России, Советского Союза. Я его воспитанник, я его бывший аспирант, и вообще я продолжатель его дела, потому что он всю жизнь посвятил исследованию биосинтеза белка, и я этому посвятил теперь уже, можно сказать, всю жизнь. Он говорил на это очень твердую фразу, он говорил – мы добываем знания. – И это самое главное. Под этим он понимал, что совершенно не обязательно, что в наших исследованиях есть профит. Потому что знания – это уже следующий этап использования наших фундаментальных знаний для того, чтобы из них можно было превратить эти знания, превратить в увеличение плодоносности. – Ну, монетизировать, как сейчас говорят, да, или капитализировать. – Да, капитализировать. Это не совсем наша задача. Наша задача, упрощенно говоря, делать то, на чем наши дети, наши студенты изучают современное, современную науку, современную науку о жизни. Но жизнь, она, как сказать, поворачивается. Не всегда так, куда хочешь. Ну, в общем, у меня большая часть моей творческой жизни была посвящена добыванию знаний. И мы действительно достигли существенных успехов, результатов в исследовании именно структуры рибосомы и ее участия в синтезе белка. Но в последнее время вдруг стало выясняться, что рибосома является главной мишенью антибиотиков. Все современные антибиотики, которыми мы пользуемся, более 50% из них, они атакуют белоксинтезирующий аппарат клетки. И они специализируются на том, чтобы убивать бактерии. У них есть такая специфичность. Они могут убить бактерию и не затрагивать рибосомы и белоксинтезирующий аппарат наших... Но, тем не менее, затрагивают. А? Но, тем не менее, затрагивают, получается? Затрагивают не... Если правильно использовать, если антибиотик очень специфичный, то не затрагивают. То есть нет этих побочных эффектов. Но если неправильно использовать, скажем, слишком много пить антибиотиков, то они начинают уже действовать и на наши... Алкоголь не атакует рибосому? Совершенно верно. Они атакуют и ее выключают из системы. А раз выключают из системы, бактерия умирает. На этом... Вот и современная фармакология, она наши исследования активно сейчас использует. Потому что они теперь визуализировали их антибиотики. Мы теперь можем сказать, ваш антибиотик атакует вот такую зону рибосомы. И это все на химическом уровне, в пространстве. Ну, вот смотрите, Марат Миратович, вы уже, получается, вы говорите, что вы знания добываете. Вот вам конкретно. Вы же сами привели конкретный пример, когда эти знания уже трансформируются в нечто утилитарное, полезное. Да, я ей сказал, жизнь повернулась. Жизнь повернулась. Она по-другому стала. Мне казалось, что она не успеет повернуться за время моей активности. Нет, она успела. Мало того, что прогресс неостановим, так он еще и убыстряется. Ну, как-то да. Со страшной силой. Вы упомянули академика Спирина и упомянули, что вы его ученик, вы были его аспирантом, вы продолжаете его дело. Извините, может быть, немножко я грубо это сформулирую. Как вы вообще попали в Страсбург? Вы ведь выпускник биофака Казанского государственного университета. Вы здесь заканчивали, защищали диплом, я так понимаю, по той же тематике, которой сейчас занимаетесь. Нет? Другая была? Нет, конечно. И вдруг, да, и вдруг Страсбург, университет, где, по-моему, там вавилонское столпотворение, там чуть ли не сотни с лишним государств мира учатся студенты, и многие стремятся сюда попасть. Такой продвинутый именно в этой области биологии, медицины. Страсбургский университет – это очень хороший университет. Он один из, наверное, самых крупных университетов во Франции. И закладывался он в истории государства. Не считая комплекса Сорбона, все-таки, наверное, там их 10 штук. Ну, если только как комплекс, смотрю, слушаю. Да, да, да. Ну, в общем, он знаменит своими химиками, своими физиками, и очень знаменит медико-биологической наукой. Вот такой наукой, вот такой вот наукой, когда уже можно использовать базовые знания для медицины. И я вот работаю в одном из таких центров. Этот институт называется Институт генетики молекулярной и клеточной биологии. Он в Европе, ну, очень известный центр для такого рода исследований. Вопрос-то остается, как вы попали туда? Ну, я на первую часть просто. Значит, я закончил кафедру зоологии беспозвоночных Казанского государственного университета биологического факультета. Это был какой год, простите? 78-й год. Когда я поступал в 73-м году, я пришел в комиссию приемную и спросил, а где у вас здесь генетика? Мне сказали, ну, только на кафедре зоологии беспозвоночных. Там есть такая лаборатория Бориса Ивановича Барабанщика, вот туда и поступайте. Ну, вот я к нему и поступил. Минуточку. Значит, получается, что вы уже в школе каким-то образом увлеклись генетикой? Да, да. Это какая же школа прививает такие интересы? Не знаю насчет школы. Ну, я закончил пятую школу Лениногорска, города Лениногорска. Я не знаю. Боюсь, что во многих... То есть дело было все-таки не в школе? Я думаю, что не в школе. Дело было в каком-то природном интересе таком. Я в школе увлекался математикой. Брат мой физик по образованию. Ну, и я решил что-то другое. Понятно. Хорошо. Вы поступили, насколько я понимаю, без особых затруднений. Пять лет проучились. Стандартная советская схема. Пять лет. Диплом. Диплом защищали... Диплом я защищал Бориса Ивановича Барабанщикова. Он к этому времени организовал кафедру. И это была кафедра генетики. Но я, как уже старший студент, не мог поступить на эту кафедру. Но дипломную делал я у него. И закончил... Вот таким образом защитил кафедру по генетике микроорганизмов. Ну, в общем, а дальше... Дальше стечение обстоятельств. Дальше я распределился в башкирский филиал Академии наук в УФУ. И там посмотрели на меня... Я вот думаю, сейчас многие студенты, которые, возможно, нас смотрят, даже не поймут, что такое распределился. А, интересно. Да, правда? Да, интересно. Ну, хорошо, понятно. Что такое распределился, понятно все-таки, да? То есть, вот, закончил и обязан ехать туда, куда тебя направляют, и минимум, по-моему, три года отработать. Да. А потом уже ты свободен, как птица. Итак, вы оказались в УФУ, в башкирском филиале Академии наук Советского Союза. Да. И дальше про стечение обстоятельств. И дальше, вот дальше начинается уже фейерверк везения. Они готовили девушку в целевую аспирантуру в лабораторию Александра Сергеевича Спирина, в Пущино. Александр Сергеевич им сказал, девушку не возьму. Ну, надо же. Мог позволить себе, да? Да, да. А мальчиков не было. Был я только, вновь пришедший. И мне сказали, ты не хочешь попробовать? Ну, и надо было пройти собеседование. Я поехал на собеседование к Спирину. Он со мной поговорил. У меня там тоже запомнился вопрос красивый. Он сказал, а вы чем бы хотели заниматься? Бактериальными системами или же более высокоразвитыми системами? Ну, все вокруг биосинтеза белка. Мой ответ был наивен и глуп, и груб. Я сказал, ну, сначала бактериальными системами, а потом уже пойдем дальше. Вот на это он посмеялся и сказал, ну, ладно, возьмем на три месяца. Ну, и дальше уже после трех месяцев он сказал, еще возьмем на два года. Потом предложил аспирантуру. Потом, когда я закончил аспирантуру, предложил мне возглавить группу. И, в общем, я так и остался. Но это все-таки была группа не в Страсбурге, в Москве, в Пущино. Я 15 лет проработал в общей сложности в Пущино. В конце концов, я руководил молодежной группой исследователей, которые занимались как раз структурой рибосомы. И мы заложили всю основу, которую потом мы стали совместно разрабатывать. Это была коллаборация, совместная работа со Страсбургским университетом. Но потом наступили тяжелые времена. Это те самые 90-е годы. 90-е годы, да. И мы вынуждены были уехать во Францию сначала. Французы тоже сказали, что мы не хотим продолжать эту тему. Если хочешь, можешь нашу тему какую-нибудь принять участие на работе. Дело в том, что в те годы никто не верил в решаемость той задачи. Она была очень высокого полета, назовем так. А поскольку никто не верит, то и никто ее финансировать не может. Россия не могла в тот момент. На себя ответственность брал Спирин. Он мог поддержать. А когда денег нет, то французы отказались. Наши, в общем, не могли. Драматичная ситуация. Да. И тогда я написал, наверное, самому главному в этой области человеку в Калифорнийский университет, Харри Ноллер. Написал ему, что вот у меня есть вот такая тема, которую я бы хотел продолжать. Ну, там тоже, наверное, везение, что ли. Мгновенный ответ. Приезжай. И все. Поразительно. Вы к тому времени, извините за уточнение, были уже с языком, что называется, да? То есть с английским или французским, или как вот? Это ведь тоже сложности. Основу языка английского, наверное, я получил в Институте Белка. У нас хороший был институт. Очень хороший был институт. Там, например, была преподавательница английского языка для желающих изучать английский язык. Я два раза в неделю ходил к ней на занятия. Она была настолько умна, что она не воспитала во мне комплекса. Ведь основная проблема в языке – это преодоление вот этого комплекса. Да, да, да. А она как раз его как-то так аккуратно убрала и дала самые основы. И вот с этими основами я поехал во Францию. И во Франции, в общем, общались мы только на английском. Мы и сейчас говорим только на английском. У нас институт французский, о котором я говорил в Страсбурге, он двоязычный. Там все сотрудники говорят минимум на двух языках – французском и английском. Потому что очень много иностранцев, как вы тоже заметили. Очень много иностранцев. И, конечно, универсальный язык – английский. Мы все говорим на английском. Сколько лет вы уже работаете в Страсбургском университете? Точнее, может быть, вот эта группа, она под вас была создана? Вы ее делали непосредственно по структуре Рибосомы? Когда мы в Америке решили основу структуры Рибосомы, назовем это так – основу, то французы, спохватившись, что, в общем, упустили такой проект, они с нами связались и сказали, вот, не хотите ли вернуться? Мы вам все даем. – А калифорнийские партнеры? – Калифорнийцы долго сопротивлялись. Ну, мы, в общем, поскольку право выбора за нами, поскольку проект-то наш, то, в общем, нам все равно было. – И вот сейчас, получается, можно сказать, что то, чем вы занимаетесь здесь, вот возглавляя лабораторию в Институте фундаментальной медицинной биологии, и то, чем вы занимаетесь в Страсбурге, ну, это такая идентичные какие-то вещи. Как это называют? Зеркальная лаборатория еще, по-моему, да, или нет? – Вот, да. Исходно была такая идея – сделать зеркальную лабораторию в Казани. Но, как я сказал, в структурной биологии и та методология, которую мы используем в Страсбурге, она подразумевает три метода. Электронная микроскопия высокого разрешения, рентгеноструктурный анализ пилковых молекул и ЕМР. Ядерно-магнитный резонанс. Ядерно-магнитный резонанс всегда была хорошая школа. – Здесь. – В Казанском университете. И вот на это мы стали нанизывать. Для этого нужна была тема. Вот тему мы как бы сделали совместно. Но ведь есть два еще метода, которые надо здесь поставить, которых нет. И вот это, ну, занимает время. Занимает время, требует денег. Но самое главное – требует воспитания молодых. Поэтому мы вступили в два принципиально важных коллаборации по-русски. – Это нормально, уже все понимают, что такое коллаборация. – Это специально важных две коллаборации. Для того, чтобы воспитать людей из Казани, чтобы здесь постепенно образовались такие группы людей для обслуживания таких приборов, для использования таких приборов. Регеноструктурный анализ. Мы стали коллаборировать с лабораторией регеноструктурного анализа в Институте Белка Спирина. Это мой институт, откуда я уехал. Из Пущино. И вот сейчас у нас появилась возможность работать на электронном микроскопе высокого разрешения, который купил Курчатовский институт в Москве. – А этот микроскоп в Москве? – В Москве, да. – Москве, да. – Ну, это начальный этап, назовем это так. Потому что мы должны туда коллаборационно начать использовать, но использовать наши модели, казанские модели, а прибор пока один такой. – В России. – В России, да. Ну, для подстраховки точно такой прибор есть в Страсбурге. Поэтому здесь проблем нет. Если какие-то задачи надо решать со Страсбургом, наша лаборатория всегда открыта, и мы можем… Мы, собственно, и так и делаем. – Наша лаборатория всегда открыта, извините, что я перебиваю. Вы в данном случае имеете в виду Страсбургскую лабораторию? – Да, Страсбургскую лабораторию. – Тут можно запутаться, чья лаборатория открыта. – Но ребята, которые работают в нашей лаборатории структурной биологии в Казани, они проходят стажировку. Ну, не просто стажировку, это уже коллаборация. Мы работаем таким образом. – То есть это реальная совместная работа. – Да, реальная совместная работа. Вчера мы праздновали нашу первую публикацию, значительную публикацию. Это Европейское молекулярно-биологическое сообщество имеет такой журнал, называется «Эмбо Джонал». Вот там выходит наша совместная работа. Первая совместная работа в Казанской лаборатории и в моей Страсбургской лаборатории. – Я вас поздравляю. – Спасибо. Это большая удача. Нам всем очень приятно. Что то, что закладывалось организацией… Ну, я бы здесь хотел сказать все-таки, это принципиальный момент. Создание такой лаборатории в Казани, оно обусловлено правильной политикой руководства университета. Началось все со знакомства с директором университета, с Гафуровым. Он приехал в Страсбург по другим совершенно вещам, по подписанию, на самом деле, формального контракта, не контракта, коллаборационного договора. – Например, да. – Договор о сотрудничестве. Киясова Андрея Павловича и, конечно, проректора по науке Данисту Карловича. Ой, я забыл фамилию. – Данист Карлович вас извинит. – Мы с ним сокурсники и знаем друг друга по имени, поэтому мы, в общем… – Ну, все понятно. Это все чрезвычайно интересно, что вот так вот происходит, да. Смотрите, сколько случайностей или кажущихся случайностей. Кто-то там не взял девочку, ну, Спирин в данном случае поехали вы. – Гафуров оказался ректор КФУ в Страсбурге по формальному, в общем, признаку, или поводу, точнее, состоялось ваше личное знакомство, которое привело к вполне конкретному, я так понимаю, перспективным результатам. Роль случая, да, тоже заслуживает пристального излучения в науке о жизни. Это как минимум. Но я обратил внимание еще на другую интригу. Вот вы упомянули, как испущено с Института Белка, французы отказались, вы обратились в Штаты, в Калифорнию, там вроде бы приняли. Потом мы привыкли говорить, что да, вот современная наука, она трансгранична, она не имеет границ, ну, и так далее, и так далее. Да, вся эта риторика известна, и мы, ученый мир, я имею в виду, он един, мы все. Но, тем не менее, все-таки за, грубо говоря, мозги борются, правда ведь? Вот французы по существу отбили у вас, у американцев, да, предложили, я так понимаю, все-таки хорошие условия. И в результате вы оказались в Страсбурге, а могли бы оказаться где-нибудь там, где там у вас, там, в Калифорнии, там, в каком-нибудь Пало-Альте и так далее, да? Вот, применительно с коллаборацией, вот, с Казанским университетом, вот, взаимодействие студентов Казанского университета, аспирантов, ваше участие, и работа Страсбургской лаборатории или Страсбургской группы, вот, по изучению, там, рибосомы. Мы можем говорить о том, что, вот, это коллаборация чистейшей воды, это абсолютно равноправное и взаимовыгодное, и взаимоинтересное сотрудничество, или, все-таки, какая-то из сторон больше дает, меньше получает, и наоборот? Вот, честно говоря, я не задумывался над такой постановкой вопроса. Вы знаете, мне это очень интересно, вот, то, что мы делаем. Это рождение, ну, дитя. И участвуют в этом процессе не я один. Конечно, участвуют сотрудники моей лаборатории в Страсбурге, да? Моя жена, с которой я работаю. Мы все время обсуждаем эти вопросы. Это счастье, слушайте. Да. И ведь еще и общий доводчий интерес. Да. И со стороны Казани у меня двое коллег, которые, основные люди, с которыми я здесь работаю, это Константин Усачев и Шамиль Валидов. Они тоже со своей стороны являются состроителями. Вот мы вместе выстраиваем некую схему. Моя задача заключалась в том, чтобы сформулировать тему, по которой мы будем это дело выстраивать. И дальше в строительстве участвуют все, так что все на равных. Здесь нет формального... Здесь нет деления там, типа, мы больше даем, вы меньше даете. В смысле и идеологии строительства мы даем одинаково. Потом в строительстве всегда есть вопрос финансов. Конечно, финансируется это со стороны Казани, то, что строится здесь. А люди, которые приезжают ко мне на работу, частенько плачу я из бюджета своей лаборатории, которая, в общем, бюджет-то французский. Ну и так далее. В общем, как-то так. Это все очень взаимно. Ну да. То есть, сама ваша реакция, конечно, на мой вопрос уже исчерпывающе показывает, когда вы сказали, что вы даже не задумывались над этим. Это очень показательная, очень наглядная реакция на самом деле. Но, смотрите, вот вы сейчас делите свою жизнь, свое время, да, между Францией и Россией. Ну, между Страсбургом и Казани, если быть конкретно. Тут-то тоже какие-то пропорции равны? Или все-таки большую часть времени вы проводите там, а здесь приезжаете с какими-то лекциями, с уточнениями заданий для своих сотрудников? Да. Большая часть я нахожусь там, конечно. Большая часть я там. То есть, то, что мы с вами сегодня встретились, это до некоторой степени моя удача. Что вы здесь оказались и как-то мы с вами договорились. Где гарантия? Я понимаю, что вы не Росгострах, вы не обязаны никаких гарантий давать. Ну, просто я упрощенно формулирую вопрос. Вот мы же жаловались. Ну, мы, я имею в виду, там, и наши власти, в том числе, которые сами этому поспособствовали весьма. Что за 90-е годы, да, может быть, даже и раньше этот процесс немножко начался, там, во второй половине 80-х, Россия потеряла огромное, если это можно измерить в количестве, да, огромное количество мозгов, да, утечка мозгов пресловутая. Сейчас некоторые говорят, и, в общем, наверное, не без оснований говорят, и ваш пример тому порокой, что мозги в определенном смысле возвращаются физически или, по крайней мере, вот на условиях таких зеркальных каких-то исследований, совместных, вот, коллабораций. Как вы оцениваете вот этот вот процесс? Я задаю его, этот вопрос с небольшим подтекстом, я его проясню. Те ребята, которые сейчас здесь, вот, под вашим крылом, в Казанском университете, вот, в Институте фундаментальной медицины и биологии, в вашей лаборатории, где гарантия, возвращаясь к началу, вопрос, что, вот, пройдет 3-5 лет, они закончат, они оперятся, как принято говорить, и они окажутся где-то там. И вы, я и многие будут рады за них, если они там окажутся, но что будет здесь? Вот вы сейчас подготовили, вы сказали, готовите группу специалистов, чтобы они на этом супермикроскопе, там, электронном умели работать, да, чтобы то, что есть, умело эксплуатировалось. И вдруг, вот, может такая ситуация возникнуть, и раз, они ушли. Вопрос очень сложный, потому что на него нельзя, как бы, ответить односложно. Потому что, вообще, строительство научных подразделений, научных ячеек, плодотворных, да, это процесс всегда уязвимый. Такое слово, наверное, можно использовать. Потому что, даже если не говорить о том, что есть граница, там, переезд людей, там, из Казани, там, за рубеж, или из Москвы за рубеж, или из-за рубежа, к нам, наоборот, даже вот, если не говорить о границах, а говорить просто о воспитании ячейки. Научной. Научной ячейки. Это требует многолетней поддержки. Конечно, срывы здесь недопустимы. Вот, история Казанского университета наглядно показывает, что если талантливого человека с его ячейкой поддерживать, то он в итоге рождает интересные результаты. Потом мы гордимся этими результатами. У нас в музее университета, если сходить, таких людей, химиков, физиков, математиков и биологов. И, к сожалению, дела давно минувших дней. Ну, так они бы никогда не проявились, если бы не было политики удержания. Поддержки. Дестывания, да. Чтобы создавать оптимальные условия. Я вообще перед собой, это тоже могу процитировать, второго человека. Не Александра Сергеевича в данном случае, а вот Харри Ноллера, с которым мне... Александр Сергеевич имеет в виду не Пушкина, а Спирин. А, Спирин, да. Да. Александр Сергеевич и Спирин. В данном случае Харри Ноллер. Вот тоже великий человек, ученый, до конца ученый, американец, с которым мне посчастливилось работать. То есть, его выражение – моя задача даже не помогать людям, а создавать оптимальные условия для проявления человека. Вот так он работает в своей лаборатории. Мы не были сотрудниками его лаборатории. Мы как бы коллаборировали с ним. Была отдельная группа, созданная специально для совместной работы с ним. Но я с ним очень много разговаривал, очень много говорил по науке и по жизни. И вот этот вот тезис я запомнил. И поставил себе тоже целью, что я обязан создавать оптимальные условия для проявления людей. То же самое, когда мы говорим о лаборатории или направлении, которое рождается в Казанском университете. Это задача руководства – создать оптимальные условия и культивировать. Тогда это может иметь далеко идущие последствия. И тогда никто оттуда уезжать не будет. Наоборот. Люди будут тянуться туда, конкурировать за то, чтобы получить место в такой лаборатории. Пусть это будут не американцы, приезжающие к нам, но это могут быть люди из других городов, это могут быть люди из той же Москвы, в конце концов. И таких единиц структурной биологии, которую создаем мы в Страсбурге, ой, пардон, в Казани, таких в России ведь практически нет. У нас есть преимущества. На нас теперь смотрят уже, на меня. Это преимущество нового рынка, говоря языком бизнеса. Вот та тема, которую здесь просто не затронут. Такой голубой океан перед вами открывается. Но это скорее открывается перед Казанским университетом. Это вот перед этими молодыми ребятами, с которыми я сейчас работаю. Вопрос из области, наверное, психологии или такой субъективного восприятия. Если вспомнить ваши годы студенческие или аспирантские, ваши годы впущены, и посмотреть на сегодняшних студентов Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, с которыми вы работаете, у вас, насколько я понимаю, аспиранты есть здесь свои? Да. То есть, и эти аспиранты, вот-вот, один, два, три, сколько их, степенятся? Два здесь, и один защитился уже там. В Страсбурге? В Страсбурге, да. Прекрасно. Я понимаю, что это не может претендовать на какую-то там уж абсолютную точность. По ощущениям. Если смотреть на потенциал, вот, на степень готовности к учебе, к риску, ну, в целом, вот, сопоставить, что бы вы могли сказать? Вот, поколение ваше, поколение Марата Юсупова, как студент и аспиранта, и вот те, кто сегодня сидят здесь, работают, чего-то хотят, добиваются. Я думаю, что я не берусь судить о поколении. Дело в том, что мы, работая в науке, на каждом уровне оказываемся в окружении селективного материала, уже отобранной части людей. Люди, которые поступают в университет, это уже не поколение, это уже отобранная часть. Люди, которые из этой части приходят в лабораторию, а уж если в топовую лабораторию Александра Сергеевича Спирина, то там вообще отбор такой был, что, ну, в общем, невозможно, глядя на этих людей, невозможно сказать ничего о поколении. Это совершенно мотивированные в науке люди. Этот принцип главный был всегда. Да, мотивация. Тут можно по доле попробовать определить, да, вот из поколения, скажем, там, Y, там, 15% мотивированных, как вы выразились, а из поколения Z уже 8 только процентов. Я понимаю, что это все очень условно, но просто мне любопытно было услышать вот вашу точку зрения. Понятно, что, конечно, там тройной отбор уже, когда прошли люди. Я большой разницы не вижу. Нет, да. Да, мне кажется, что вот нынешние ребята, которые в аспирантуру к нам приходят, они очень интересны. И они сами еще не знают, насколько они интересны, насколько у них получится в науке, да, но вот по мере того, как они развиваются, видно, что у некоторых есть хорошие перспективы. И они хотят чего-то, это важно. В этом есть большая, конечно, разница, я бы так сказал. Разница между выпускниками Казанского университета и выпускниками Страсбургского университета, у меня же есть аспиранты и Страсбургские, казанские мотивированные. Они хотят больше. больше и работают по-другому. С ними интереснее работать. В Страсбурге тоже попадаются, конечно, выдающиеся совершенно люди. Вот один аспирант у меня сейчас закончил и работает в Харварде, в Соединенных Штатах. Но этот был выдающийся совершенно, очень мотивированный молодой человек. Потенциально на билеад? Ну, я не знаю, куда он вырулит, но вот пока он работал, это было... Впечатляюще. Впечатляюще, да. Валерий Анатольевич, огромное вам спасибо за эту беседу. Я должен особо отметить, я надеюсь, вы не обидитесь, нечастый случай. Я просто наблюдал, вот когда мы разговаривали, очень хорошо, что у вас на некоторые вопросы не было готовых ответов. Вы их обдумывали здесь. Спасибо вам огромное. Это был очередной выпуск программы «Акцент». В студии был Марат Миратович Юсупов, член Международного совета Казанского федерального университета, руководитель группы по изучению рибосомы и соответствующей лаборатории в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ и почетный доктор нашего университета. Я надеюсь, вы почерпнули для себя немало интересного, причем не только в том, что касается сугубо биологических проблем рибосомы и ДНК. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин